Подготовка и проведение дня города – главная тема планёрки, но не основная. Первоочередной вопрос на носу отопительный сезон. Всё ли готово, интересовались не только в администрации города, но и представители Совета ТОС, которые впервые присутствовали на такого рода совещании. Теперь это станет нормой раз в месяц проводить расширенную планёрку с участием общественности, отметил глава города. Так оперативнее будут решаться многие проблемы города. На вверенной вам территории вы орган общественного самоуправления. И уповать на то, что да, у нас вот такое население, да вот оно не хочет ничего делать. Объясните, люди все одинаковые. И если в микрорайоне Хоста или, скажем, в микрорайоне Мацеста всё получается, то почему не получается у других? Помощь общественников нужна прежде всего в обеспечении нормальной жизни каждого микрорайона, считает глава города. Кстати, благодаря активному взаимодействию ТОСовцев и управлению ЖКХ, курорту удалось почти в полной боевой готовности подойти к отопительному сезону. Были влияние яд и замечаний и народным контролем, и Ростехнадзором. То есть сегодня это устраняется. В соответствии с постановлением администрации города Сочи о начале отопительного сезона, у нас со 2 ноября уже начался отопительный сезон на Красной Поляне. Значит, 15 ноября начинается отопительный сезон, подключаются теплоузлы на квартиры жилых домов. Если у нас на сегодняшний момент температура окружающая будет больше 18 градусов, то, соответственно, отопительный сезон будет перенесён. Но это не касается детских садов и школ. В этих учреждениях батареи горячие вторую неделю. На ТОСовцев администрация города возлагает большие надежды в плане подготовки ко дню города. И прежде всего это касается наведения порядка в микрорайонах, сёлах и аулах. До дня города остаётся ровно 10 дней. Поэтому я объявляю городской субботник. Значит, главы районов уже буквально с завтрашнего дня начинаете искать технику. Председатели ТОС вместе с домкомами даёте заявки главам районов, на какое количество техники вам надо, потому что нужно вычистить свои дворы. Что касается самого праздника дня города, то Управление культуры подготовило большую программу. Начнутся мероприятия 20 ноября со спортивного фестиваля среди учащихся высших и средних учебных заведений. Утро следующего дня начнётся по традиции с крестного хода и праздничного богослужения в Свято-Михайло-Архангельском соборе. Затем жители и гости курорта смогут понаблюдать за фиестой больших воздушных шаров. Ближе к вечеру в Зимнем театре подведут итоги городских конкурсов. 22 ноября – основная программа торжеств. Начнутся они в 10 утра. В это время мы проводим акцию «Самый большой флаг», который будет раскрыт на площади у Зимнего театра, после чего наши казачьи войска перейдут на площадь перед администрацией города. И там мы в торжественной обстановке присвоим нашей площади название «Площадь флага города Сочи». В полдень всех гостей и жителей города ждут у Южного мола на концертную программу, которая завершится в 10 часов вечера фейерверком. В администрации подчеркнули, что всех пришедших на праздник в этот день ждёт много сюрпризов и подарков. Празднование Дня города продолжится и 23 ноября. В кинотеатрах можно будет бесплатно посмотреть фильмы, а в районах пройдут культурно-массовые мероприятия.